Девушки отдыхают При этом нужно помнить о том, каково мировоззрение у этих народов. Я беседую с мусульманами, и мое дело — открывать Евангелие мусульманам. И при этом я должен постоянно помнить об их мировоззрении. Я должен понимать, как они видят мир. На Востоке Африки мы очень серьезно подходили к этому вопросу. Мы уверены, и уверены, что и другие, и здесь в России, также серьезно подходят к этому. Расскажу вам о том, как мы пытались учитывать мировоззрение тех людей, которым несем Евангелие. Однажды, когда я был в Сомали, к нам пришел вечером один Никодим. Никодимами мы называли тех людей, которые, подобно евангельскому Никодиму, приходили к нам по вечерам или ночью, чтобы спросить, тайно спросить об Иисусе Христе. Так вот, пришел один такой Никодим ко мне и говорит, «Я бы хотел получить простую книгу, в которой христианская вера описана была бы для меня, для мусульманина. Чтобы мне и мусульманину понять, во что вы, христиане, верите». Вопрос, конечно, хороший. Я только не знал, что ему дать. Чего у меня только не было, и Клайв Льюис, и куча всего другого. А вот книги специально для мусульман у меня не было. Не было у меня книги, в которой описано христианство с точки зрения мусульманина. Я говорю, «Хорошо, я напишу вам книгу. Напишу для вас книгу». Я немало написал уже книг в жизни, и очень часто озарение у меня возникает вот так, внезапно. Я прихожу к жене и говорю, «Грейс, у меня в душе родилась идея написать еще одну книгу». Она говорит, «Так, милая, значит, еще один год тебя не видно будет, да?» Понятно. Значит, для Дэвида, как она говорит, 9 месяцев нужно выносить книгу. Как женщине 9 месяцев, чтобы выносить ребенка. Да, для меня это тяжелая, тяжелая работа, тяжелый труд. Так вот, я пообещал написать книгу. Это было в Сомали, я написал. Я тогда был директором школы, и вот во время каникул я пригласил трех сомалийских христиан, и мы вместе стали разрабатывать библейские уроки для мусульман. Эти библейские уроки начинались с первой главы книги «Бытие» до 22 главы «Откровения». Наша задача была в том, чтобы рассказать библейскую историю, просто рассказать. Такая история мусульман заинтересует, потому что в Коране разбросаны искорки, фрагменты библейских историй. Однако полной картины нет, ее просто не видно. Например, спрашиваешь у мусульмана, «Расскажите мне, пожалуйста, о Ноевом потопе». Ведь в Коране на это указывается, об этом говорится. Он говорит, «Да, там великое предупреждение, если мы не будем слушаться Бога, то Он будет судить нас, как времена потопа». «Великое предупреждение», — говорит он снова и снова, — «Бог нас осудит, если мы не будем слушаться». Он это говорит, а историю-то не может рассказать, он не знает. Дело в том, что библейское повествование, рассказ об этой истории, чрезвычайно интересен для наших друзей-мусульман. Когда мы жили в Сомали, у нас была книга библейских историй, детская Библия. И всякий раз, когда мусульмане к нам приходили, они брали эту детскую Библию в руки, и пока мы сидели за чаем, мы беседовали за жизнь, они переворачивали страницы детской Библии, вчитывались, разбирались, что же это такое. Они были весьма увлечены этим. Просто они никогда этого раньше не слышали, не знали. Через вот такой подход многие приходили к изучению Библии. Потом мы переехали в Найроби, в Кению, и Господь собрал вокруг нас команду замечательных людей. Вместе мы переработали и улучшили первоначальный наш курс. Среди нас был доктор философских наук, специалист по исламоведению, человек, получивший докторскую диссертацию в Гарварде и переехавший в Кению для того, чтобы помочь церквям нести Евангелие в мусульманском контексте. Был среди нас и араб, который уверовал, покаялся в тюрьме. Ему подарили Новый Завет. И потом он уверовал и поступил в университет в Беруте, получил магистрскую степень по исламоведению. Были среди нас и сомалийцы, и бывшие мусульмане, которые стали христианами. Были среди нас и пасторы. Была замечательная команда. Мы собирались каждый день, каждую неделю, и вместе писали этот курс. Мы старались не забывать о мировоззрении мусульман. Мы строили курс вокруг концепции лестницы. Мы сказали так. Вот понимание Евангелия нашими друзьями, мусульманами. Наша задача — отдать им новозаветное понимание, представить им новозаветное свидетельство о Христе, познакомить их с полнотой Библии. Так что определенное представление о Библии у них уже есть. Но полного понимания Евангелия пока нет, потому что человек Евангелия еще не читал. Человек не читал инжил, не читал забор. Так что мы подходили к этому как к лестнице. Каждый урок становится ступенькой лестницы. Прежде всего, мы задавались вопросом. На каждом уроке мы задавались одним и тем же вопросом. Не упадет ли наш мусульманин с этой лестницы? Не упадет ли? Потому что, может быть, слишком далеко расставлены ступеньки, слишком высокие ступеньки. Я помню, мы дошли до истории Ноя и Ноя Потопа, и я решил, что, наверное, это будет очень легко написать, потому что все интересуются, все хотят услышать эту историю. Мы написали главу, и мы передали ее нашим рецензентам. Один из мусульман, наш рецензент, сказал, знаете, когда они дойдут до этой главы, они сожгут весь наш курс. Почему они сожгут курс, спрашиваю я? Да потому что им это оскорбительно, им это богохульно. Как так? А что здесь оскорбительного в истории о Ноя и Ноем Потопе? Как вы думаете, в чем состоялась проблема? По два животных, в том числе и нечистых, и свиньи? Нет, вы не правы. Еще есть варианты? Я скажу вам, потому что я был просто поражен. Там написано, что Господь раскаялся в том, что сотворил человечество, человека. В чем здесь проблема? Проблема в том, что в исламе у Бога эмоций нет. Бог не может раскаяться из-за того, что мы что-то не так сделали, потому что Он суверен. Если Он раскаялся, значит, на Его эмоции действует наш грех. А для мусульманина это совершенно революционное понятие. Мы говорим, но это и есть Писание. Мы не стали это комментировать, мы не стали развивать эту мысль. Мы просто сказали, что пророк Моисей открывает нам, что Господь пожалел, или Господь раскаялся, что сотворил человечество. Мы сказали, что да, вот частичка Евангелия, вот указание на Евангелие, вот искорка на Евангелие, на суть Бога, на характер Бога. Богу далеко не все равно, что мы делаем. И в этом тоже Евангелие. Вот как мы поступали, вот как мы решали этот вопрос. Потом мы шли с этим курсом в мусульманские районы и приглашали мусульман присоединиться к этому курсу, пройти его, задавать вопросы, высказывать замечания, комментарии, все что угодно. А потом начиналась тяжелая работа. Мы возвращались к уже написанному и с учетом сделанных замечаний переписывали наш курс. Нет, мы, конечно, Евангелие не меняли. Мы пытались ответить лишь на один вопрос. Слышат ли люди нас? Слышат ли люди благую весть, которую мы им передаем? Не говорим ли мы в нашем курсе чего-то такого, что искажает ислам? Мы неоднократно цитировали в этом курсе Коран. Например, самая первая строка в нашем курсе начиналась так. «Таурат пророка Моисея пришел от Бога». Коран говорит, «Бог открыл Таурат и Инжил». Это буквально цитата из Корана. По этой причине мусульмане считают Таурат Божьим словом. Христиане и иудеи также считают, что Таурат пришел от Бога. Все люди повсюду должны читать Таурат. Он пришел от Бога. Значит, первая же наша цитата происходит из Корана. Это такой мостик к Евангелию. Мы задавались вопросом, если мусульмане это будут читать, они решат, что мы извращаем Коран? Они решат, что мы приписываем Корану что-то другое, о чем он не говорит? Нет, нам нужно обратное. Нам нужно, чтобы люди говорили, «Да, именно так в Коране и написано». «Да, конечно, мы верим в Таурат». Конечно, Коран говорит, что Таурат — это Божье Слово. «А, да, раз это Божье Слово, так есть смысл его прочитать». Вот такого мы ожидали восприятия. Я предложил этот курс богослову, очень сильному проповеднику ислама. Помните, я говорил вам о том, что мы жили прямо напротив мечети на 8-й улице. И вот он стоял перед этой мечетью с мегафоном, стоял проповедник и проповедовал против Троицы, против Евангелия и провозглашал ислам. Такой сильный, мощный исламский миссионер. Я иногда приглашал его к нам в гости. Он приходил, он пил с нами чай, причем приходил он вместе со своими учениками. То есть проповедовал он против христианства, но при этом был нашим другом. Так вот, я ему предложил этот курс. Я говорю, я не хочу держать ни от кого секретов. Я хочу, чтобы вы знали, что мы делаем. Мы готовим курс по изучению Библии, основанный на Таурат, Забур и Инджил, тех писаниях, которые вы считаете богодухновенными. И мы пытаемся написать его так, сделать его так, чтобы мусульмане приняли его как благую весть. Мы ни в коем случае не хотим оскорблять чувства ислама. Ни в коем случае не хотим искажать ислам. Поэтому прочитайте это, пожалуйста, очень внимательно. Я через пару недель приду и спрошу вас, что вы думаете по этому поводу. Через две недели прихожу к нему. Он говорит, великолепный курс, блестящий. Я говорю, ахамдулила, слава богу, слава богу, говорю я. Великолепный курс, говорит он. А потом он сказал мне нечто совершенно неожиданное. Он говорит, каждый мусульманин должен пройти этот курс, потому что там написано, там четко сказано, во что верят христиане, о чем говорит Евангелие. А мы Евангелие не понимаем. Однако, говорит он, глава третья, первые книги, меня очень сердит, очень напрягает. Почему она вас так напрягает? Почему она вас так сердит, спрашиваю я? Третья глава была посвящена грехопадению Адаму и Еве. Ну, потому что там совершенно непристойные вещи говорятся, говорит он. Я понял, что он упал с лестницы. Расстояние между ступеньками было очень большим. И я говорю, смотрите, это курс по изучению Библии. Это не курс ислама. Это курс по изучению Библии, написанный для мусульман, чтобы вы поняли Евангелие. Так что помогите, пожалуйста, написать мне эту главу. Да благословит Господь этого человека. Он ведь помог мне написать эту главу. И вместо того, чтобы использовать слово грехопадение, Адам впал в грех, мы сказали так. Когда Адам и Ева вкусили плод, ослушались Бога, вкусив плод от древа познания добра и зла в Эдемском саду, в этом своем поступке они сделали выбор и отвернулись от Бога. и пошли своим путем. Когда мы отворачиваемся от Бога и идем своим путем, мы переживаем смерть и отделение от Бога и становимся грешными. Дальше мы сказали, все люди участвуют в этом отвращении от Бога, уходе от Бога. Все люди участвуют, сопричастны греху и смерти вместе с Адамом и Евой. Не только Адам и Ева, но все мы сопричастны к этому событию. Так что вместо того, чтобы говорить о грехопадении, мы сказали о том, что люди отворачиваются от Бога. И я помню это как вчера. Он мне сказал, «Я теперь понимаю то, что вы говорите, хотя совершенно не согласен с богословием, с вашим богословием, потому что в исламе мы не отворачивались от Бога. Мы не грешники. Я не согласен с вашим богословием, но я понимаю то, о чем вы говорите». Теперь он твердо стоял на лестнице. Понимаете, если наши друзья-мусульмане верят, что Таурат пришел от Бога, и Энджил пришел от Бога, значит, мы можем составить курс по изучению Библии. Мы не обязаны его называть курсом по изучению Библии. Совершенно не обязаны. Но первая часть будет основана на Таурате, на Таурат, на Торе, пророка Моисея. Мы не говорим никому, что это курс по изучению Библии. Мы говорим, что это курс, основанный на Таурат. Какая первая часть Таурат пророка Моисея? Ну, слишком легкий вопрос. Бытие, конечно. Первая книга Таурат — это Бытие. Значит, Библейское общество выпустило книгу Бытие в комплекте с этим курсом. Дальше вторая книга нашего курса — Забур Давида. Также в этой книге Забур мы говорим о пророке Исаии. У нас один урок из пророка Исаии. Мы говорим, что есть еще один пророк, зовут его Исаия. Он также писал Писание. И третья часть нашего курса, третий курс, основан, как вы поняли, уже на Инжиле, на Новом Завете, Иисуса Мессии. И далее четвертый курс, основан на Коране пророка Моисея. Нет, 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 конечно, нет. Нет, это уже не исламское занятие. Это занятие по Библии. Четвертый курс основан на других священных писаниях от Бога. И в четвертом курсе мы говорим о замысле спасения, о посредническом служении Иисуса Христа, ходатайственном служении Иисуса Христа. Мы говорим о спасении, о церкви, о втором пришествии Иисуса Христа. Ну, в общем, такие основные христианские темы мы разбираем. И мы надеемся, что к этому моменту наши друзья, мусульмане, готовы уже обратиться и к другим писаниям, кроме тех, которые упомянуты в Коране, кроме Таурад, Забур, Инжил. Мы надеемся, что к этому моменту они готовы уже и к другим писаниям. Мы благодарны библейскому обществу за то, что оно издало книги Священного Писания, которые мы можем распространять в комплекте с этими курсами. Я также благодарен Библейской Лиге, которая работает в России и Казахстане, и которая сейчас готовит перевод этих курсов на казахский и русский языки вместе с соответствующими фрагментами Священного Писания. Церкви и другие желающие могут использовать эти курсы от Библейской Лиги. И я думаю, что мы вполне можем их приобщить к нашему благовестию. На данный момент этот курс переведен уже на 45 языков. Мы никогда не могли дальше даже предположить раньше такого. Насколько я знаю, я могу ошибаться, но, насколько я знаю, со стороны мусульман против этих курсов возражений нет. Эти курсы написаны так внимательно, так осторожно и так бережно. Они настолько учитывают мировоззрение мусульман. Они излагаются как благая весть для мусульман. Таким образом, что их активно и широко принимают во всех, во многих странах мира. Недавно я был в Сингапуре, я представлял этот курс. И вот встает человек и говорит, я приехал сюда из Пакистана, я покаялся благодаря этому курсу. Я говорю, спасибо тебе, Господи, слава тебе, Господи. В свое время в Восточной Африке я никогда не представлял себе, что когда-нибудь окажусь в Сингапуре и познакомлюсь с братом во Христе из Пакистана, который покаялся через этот самый курс. То есть это превосходит все наши ожидания. Вот один подход, который позволяет нам, учитывая мировоззрение потенциальных получателей, потенциальных участников этого курса, доносить до людей Евангелие. Доносить Евангелие как посланники Иисуса, Мессии. Как же нам доносить Евангелие? Вот это наш главный вопрос. И ответ, один из возможных ответов, вот этот наш курс. Несколько позже я буду говорить о том, как мы толкуем Иисуса, общаясь с мусульманами. Об этом мы поговорим позже. Но пока, просто учитывая мировоззрение и в его связи с Писанием, с пророками, с ангелами, мы пытались подготовить этот курс, который был приемлем для мусульман. Вопросы, замечания, пожалуйста. Кстати говоря, а вам как идея использовать Коран в качестве мостика для того, чтобы доносить благую весть о Мессии? Я думаю, мысль очень хорошая, идея хорошая. Я слышал, что миссионеры, приезжающие в другие культуры, в частности, в языческие культуры, используют и языческое мировоззрение, и языческие идеи для того, чтобы оттолкнуться от них и перейти к изложению Евангелия. А даже это люди делают. А в Коране-то куда больше там вообще говорится, что это нужно читать, что это нужно знать. Значит, тем более Коран можно использовать. А в нашей современной культуре даже, или в языческих культурах, никаких представлений о христианстве порой нет. Мы все равно находим правные точки. Значит, тут тем более нужно. Спасибо. Есть еще замечания, комментарии. А видите ли вы какие-то потенциальные проблемы? Есть ли что-то, в чем нужно быть осторожным? Может получиться, что вы используете Библию избирательно, не всю. Какие-то библейские истории, какая-то часть Библии никак не отражается в вашем изучении. Я понимаю, что пока вроде бы все нормально, мусульманам все будет приятно и легко, но потом со временем они узнают, что кроме Торы, Забура и Инджила в Библии есть еще что-то, и тогда им станет неудобно. Да, вы правы. Ну, отчасти этот вопрос решается в четвертой книге нашего курса. Там говорится о том, что есть и другие священные писания. Мы в связи с этим читаем с ними Деяния апостолов и Посланник евреям. Посланник евреям говорится о ходатайственном служении Христа. Это очень важно. Так что другие писания мы тоже открываем. Хотя вот идея лестницы, здесь, пожалуй, самое важное, мы следим за тем, чтобы человек готов был для того, чтобы перейти на следующую ступеньку. Я все-таки думаю о том мусульманском проповеднике, которому не понравилась история об Адаме. Он говорит, я понимаю, но я не согласен. Вопрос. Если Коран заповедует ему принимать Тору как Божие Слово, как же он может не соглашаться? Он не имеет права не соглашаться? Так оно часто и бывает. Вот это самое сложное. Именно об этом мы поговорим попозже. Именно поэтому многие мусульмане приходят к мысли о том, что Библия искажена и испорчена. Ведь даже на богословском уровне Коран и Библия существенно отличаются друг от друга. Откровение Корана, по которому мы... У нас все хорошо, мы не грешники. И откровение Библии, согласно которому мы отвернулись от Бога. Нам необходимо искупление. Это как раз и есть различия, которых также много. Я отлично понимаю, что, используя вот этот мостик с Кораном, мы все равно сталкиваемся с различиями. Идея у вас хорошая, но вы спросили конкретно о потенциальных проблемах. И вот одна возможная проблема заключается в том, что вы представляете им Коран как источник авторитета, хотя на самом деле авторитетным Коран не считаете. При этом вы выбираете из Корана то, что вам нравится, то, что вам удобно, то, что позитивно по отношению к христианству, при этом пропуская, опуская, затушевывая какие-то другие части Корана. Да, может показаться, что мы воспринимаем Коран как равнозначный по авторитету, равноавторитетный писанию. И вполне обоснованное возражение у вас. Совершенно верно. Но на самом деле, Евангелие... Сегодня, когда люди принимают Евангелие, люди принимают его потому, что они видят связь между Евангелием и традиционным мировоззрением. Например, в Срединарода Синаке, где я вырос, в Танзании, люди понимали, что Бог творец. Мой отец этим пользовался. Он говорит, да, вы понимаете, ребята, что Бог творец. Смотрите, но вот Евангелие от Матфея, в котором более подробно, более полно описано, кто такой Бог творец. Люди в Танзании были в шоке, потому что им казалось, что Бог творец сотворил мир и исчез. Его больше нигде невозможно найти. А теперь написано, что он Эммануил. Он никуда не ушел. Он участвует в жизни этого самого мира. Бог с нами. Но начинаем мы всегда с того, чтобы понять мировоззрение наших потенциальных слушателей и уже на этом основании нести им Евангелие. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте 3wtvseminari.com Еще одна сложность во всем этом возникает в связи с тем, что есть опасность приписать Корану высказывания или мысли, которых в нем нет. Сейчас во многих церквях разных странах мира есть такое движение, которое часто называют «общий знаменатель». Иными словами, говорят, что нужно прийти к некому общему знаменателю. И, например, когда мы открываем Коран, мы видим, что на основе Корана можно целиком нести людям Евангелие. Меня смущает и напрягает такой подход к Корану, потому что мы боимся, мы можем таким образом исказить Коран. Вы знаете, мне становится не по себе, когда я слышу, как мусульмане проповедуют ислам на основе Евангелия. Они это делают. Они берут Евангелие и на основе Евангелия пытаются проповедовать ислам, искажая при этом смысл библейского текста. Я говорю своим друзьям-мусульманам, пожалуйста, не делайте это. Оставьте Евангелие в покое. Если вы хотите услышать, как мы, христиане, свидетельствуем вам о том, что говорится в Евангелии, не искажайте Евангелие, не приписывайте ему ислам, потому что нет там ислама. Они именно так и делают. Они берут Священное Писание и извращают его. Так нельзя. Я об этом четко и даже грубо порой говорю своим друзьям-мусульманам. Но это относится и к нам. И мы с вами не вправе приписывать Корану мысли, которых там нет. Например, Коран не говорит проповедовать Евангелие. Да, ссылки на Евангелие, указания на Евангелие в Коране есть, но Коран — это не Евангелие. Проведу вам один пример. Об этом, кстати, говоря, я думал очень долго и провел немало бессонных ночей в размышлении, в молитве, когда мы готовили вот этот курс. В Коране написано «Иисус калима тулла» — Слово Божие. Евангелие от Иоанна 1,14. Там тоже говорится «Слово стало плотью и обитало с нами». Так, как здорово! Одно и то же, одна и та же мысль. Смотрите, Евангелие в Коране. «Иисус калима тулла» — Иоанна 1,14. «Иисус — Слово Божие». В Коране написано, что Он — Слово Божие. И здесь в Евангелии написано, что Он — Слово Божие. Значит, христиане и мусульмане согласны. «Иисус калима тулла». Я об этом буду говорить несколько позже. Да, мы действительно используем этот стих из Корана. Мы используем его в качестве мостика. Но беспокоило меня вот что. Я эту идею, это предположение проверил с мусульманами, потому что меня беспокоило. Следующее. Я знаю, что в Коране выражение «Иисус — Слово Божие» совершенно не то же самое значение, что и в Писании. Коран объясняет значение этого выражения. «Бог проговорил», — говорит Коран, «и чудесным образом Иисус был сотворен в чреве Девы Марии». Точно так же, как Бог проговорил, и чудесным образом был сотворен Адам. Так в Коране написано «Иисус калима тулла». Действительно там так написано «Иисус — Слово Божие». Но это не Евангелие. Это совсем не Евангелие. Что же мы делаем по этому поводу? Мы говорим, да, в Коране написано «Иисус — это калима тулла», Слово Божие. Да, это указание, это искорка, но это ни в коем случае не полнота Евангелия. Наша задача — использовать эту искорку, но при этом четко объяснить людям, что же значит «Слово Божие». Я, в частности, во время той беседы в мечети в Лондоне, когда 400 человек собрались меня послушать, меня спросили, верите ли вы, что вы думаете об Иисусе Христе. Я начал с того, что я сказал «Иисус калима тулла», «Иисус — Слово Божие». А потом я сказал так. Я отлично понимаю, что когда вы, мусульмане, читаете этот стих, вы понимаете его так. Бог проговорил, и Иисус чудесным образом был сотворен в чреве Девы Марии. Вы согласны? Вы так и понимаете? Да, 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 вы совершенно четко все напрессовали. Ощенко, вы понимаете, что такое ислам. Иисус был сотворен в чреве Марии, в чреве Девы. Да, говорят они. А теперь, говорю я, я расскажу вам, чему учат по этому поводу Евангелие. Я не буду искажать Коран. Я нахожу этот стих в Коране, и я воспринимаю его как указание, как искорку. Но смотрите, что говорит Евангелие. Иоанна 1,14. «Слово стало плотью, обитало среди нас. Иисус воистину калима тулла». Это не значит, что Иисус был сотворен по Слову Божию чудесным образом в чреве Марии. «Нет, я начал с Корана, потом перешел к Евангелию, но ни в коем случае не искажал Коран, не приписывал ему мысли, которых в Коране нет. Так что, братья и сестры, будьте с этим очень осторожны». Да, в Коране есть искорки Евангелия. Они буквально разбросаны в Коране. Все постоянно повторяется, что мы верим в Бога Милостивого. А Многомилостивого — это благая весть, это действительно благая весть. На этом мы строим нашу проповедь. Но помните, пожалуйста, что Коран — это не Евангелие. Поэтому давайте не будем искажать Коран, и не будем приписывать ему евангельские мысли, каковых там нет. Ведь на самом деле это Ислам. Это не Евангелие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok